И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушайте квадратные шаурмы. У микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и я рад представить вашему вниманию этот чудесный и увлекательный мир маленьких... Как вы поняли по названию, это финальный эпизод, и пожалуй, пора завершить эту историю. Я долго не мог придумать, как именно стоит завершить, и спасибо ребятам в комментариях, которые посоветовали мне собрать стартовую линейку всех покемонов. Именно тех покемонов, которые могли бы у нас встречаться на старте. Именно сейчас вы ее видите у себя на экране, и, по-моему, некоторое количество у нас здесь имеется уже. Так, у меня уже есть здесь Венузавр, эволюция Бульбазавра, Черезарт, эволюция Чемандера, и надо посмотреть, какие еще здесь есть. Вот у меня есть Эмбуар, есть эволюция Тортадайла, у меня как бы есть Фрагадир и есть как бы Гренинзи, это эволюция одного тоже стартового покемона, но нету самого его первого и самого изначального, к сожалению, его. Его тоже нужно будет найти нам, хотя у нас как бы они тоже есть. Зато у нас есть Делфокс и Чеснаут. И в итоге мы имеем сейчас то, что у меня есть вот такие покемоны, именно стартовые, и уже к радости эволюционированные. То есть у меня есть одна третья от всех необходимых нам покемонов, к сожалению. Но оттого нам и будет интереснее играть и собирать всех оставшихся покемонов. Периодически я буду вставлять вот данное изображение, на котором буду помечать всех тех покемонов, которые мне уже удалось словить и удалось уже себе приручить. Предлагаю долго не затягивать и начать вот с этих вот покемонов, именно с тех покемонов, которых мне так долго не удавалось поймать. Ластойс и предыдущие его эволюции. Хотелось бы в идеале поймать его первую эволюцию, но насколько это у меня сильно получится и как я сильно это увижу, мы узнаем только на самом деле. Так получается, сквиртл покемон спавнится в пляже. Хорошо, значит мы идем на пляж. Привет, 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 мой маленький и миленький. Не прошло и часа, я тебя нашел здесь. Левелбол, полезай. Все, поймался. Ты как бы должен полезать в покедекс, но я, пожалуй, тебя сейчас прокачаю. У нас как бы XP4ALL есть и будет у нас идти постепенно прокачка этого всего безобразия. И получается таким образом, первое поколение покемонов у нас успешно было собрано, неожиданно для меня. Наверное, самое мое значимое, что должно было произойти здесь. Во втором поколении мне не хватает всего одного покемона. Это Синдаквилл. И он спавнится в Саванне, да, и еще в кучу других названий, которые я даже выговорить толком не смогу. Но в таком случае мы отправляемся в Саванну, главное, что она здесь недалеко. Я надеюсь, что его также получится быстро найти. Опа, пока я ищу Синдаквилла, у меня сквиртл начинает эволюционировать. Привет, Вартотл. Привет. А кто это у нас тут маленький, миленький, 10 уровня такой? Сначала Квикбол, попробуем. У нее вроде как 30% шанс качурейта. Ага, не сработало, да? Ну, значит, по старинке левелы болами. Замечательно. Поймали мы этого Синдаквилла. Синдаквилла тоже пока что я как остальное покемона убирать не буду. Пусть у нас опыт он здесь получает. И двигаемся дальше. Итого у нас получается первое поколение закрыто, и второе у нас поколение тоже успешно закрыто. У нас два поколения, третье и получается восьмое поколение. Вообще никто не найден. И предлагаю пока что закрывать, начинать те поколения, которые хотя бы хоть маломальски заняты. Например, найти предыдущую эволюцию Гренинди. Если не получится у меня найти, то будем использовать Гренинди, которые я уже находил до этого. Покемон Фруаки. Ну, как это и было ожидаемо, спавнится чаще всего на болотах. Замечательно. Отправляемся на болото. И я смотрю, здесь вот эта полуразрушенная структура. А как мы с вами помним, здесь находятся у нас спавнеры, которые могут спавнить любых покемонов. И мне кажется, это будет мой самый резервный случай, если вдруг случится так, что я вообще прям не смогу найти какого-нибудь покемона, потратить гигантское количество времени. И я его просто призову с помощью спавнера. Тем более, что вы, по-моему, мне разрешали делать нечто подобное. Наш синтакрил начинает эволюцию. Теперь он больше похож на какого-то, если честно, барсучка. Но в принципе, по-моему, он и есть барсук, так что не важно. И я не понял как. Я просто пробегал мимо, и Фроки сам вызывает меня на бой. Неожиданно, прикольно и мило. Вот и все, в левел-бол у нас пойман. Фроки, 10 уровня. И шестое, получается, поколение покемонов мы с вами закрыли. Супер. Так, и следом я предлагаю идти по порядку. И следующий, по идее, должен быть Трика. Хотя, вроде как, я его ловил. А, нет, я его находил, но я его не поймал почему-то. И даже я его находил в финальную версию. Ладно. Я думаю, с ним проблем не будет, раз я находил и с ним даже где-то дрался. И, по-моему, его спаун это джунгли. Ну, как я и говорил, с ним вообще никаких проблем не будет. Буквально на первом же дереве я здесь нахожу. Причем у какого-то странного цвета непонятно. Квикбол у нас успешно ловится. По-моему, ты раньше был зеленее. Нет? Я думал, это Шайни-версия. Шайни-версия выглядит совершенно по-другому. По идее, у нас кончились слоты, в которые я мог бы класть каких-то покемонов. Так что давайте сейчас идем и отправляемся качать их. Я думаю, сильно у нас во времени это не займет. Первым эволюционирует у нас Трика. И также я вижу то, что у нас маленькая Фроги тоже эволюционирует. Случилось это, к счастью, одновременно. Замечательно. Вот так вот наш следующий Трика выглядит. Гроуви. Ну, а насчет эволюции нашего лягушонка говорить не стоит. Ведь ее мы уже с вами наблюдали. И Фрогадир у нас успешно здесь появляется. Вар Тоттл начинает свою эволюцию. У меня, по-моему, был камень-мага эволюции для Бластойза. То ли не было его. Не помню. Но в итоге у нас есть вот такой вот покемон. И не отходя от кассы, сразу два у нас покемона эволюционируют. И лягушонок, и синтакрил. Все замечательно. Так, Гренинзи у нас здесь успешно появляется. А также наш Дикобраз обретает более мишковидную форму от слова Медведь. И становится тоже Тифлафлоном. Так, и по идее у нас все эволюционировали, кроме Рогала, да? Но сейчас я думаю, что у нас тоже эволюционирует сразу же, вот после вот этого. Да, Тептайл. Причем он обретает способности драконьего типа. Это или не прекрасно? У нас осталось по идее девять покемонов. Следующий у нас на очереди Медкип. Он у нас также спаунится, получается, в болотах. К сожалению. Ну ладно, улетели в болото. Если честно признаться, то поимка вот этих вот первоначальных покемонов такое нудное занятие. И оно так много времени тратит. Потому что я никому не пожелаю заниматься нечто подобное. Только ради галочки и только в ознакомительных целях. А лучше всего, мне кажется, будет просто посмотреть этот видос и сказать, да, это бесполезное занятие, и я не буду этим заниматься. Вот только в таком ключе можно будет это сделать. Опа. Привет. Если бы не эти цветочки, я бы тебя, наверное, не заметил. Наконец-то я его поймал. Ты как-то слишком много покеболов на него потратил. Это, наверное, по красоте один из самых не нравившихся больше покемонов. Ну да и ладно. Так, следующий у нас по идее должна быть курица на очереди. Вот, тортчик. Спавнится он у нас в биоме саванна. Хорошо. Не прошло и полугода, как я нашел этот тортчик. Точнее, он сам меня нашел. И очередные попытки поймать этого покемона. Уходит гигантское какое-то невообразимое количество времени на поиски каждого этого самого покемона. Настолько гигантское количество времени, что поиски этого покемона растянулись на несколько дней. Но, на удивление, его я нашел гораздо быстрее, чем даже некоторых покемонов из дальнейшего списка. Получается, у нас еще одно поколение полностью собрано. Осталось всего три поколения. В принципе, что не так много. Следующий покемон у нас на очереди на поиске это тортвик. Либо форест, либо форест хилл. У него биомы спауна. Пойдемте искать. Опа. Здравствуйте, однако. Как же я обожаю, как выглядит этот покемон. Просто лапочка. Правда, как он ко мне жопа повернулся. Ну ладно, сейчас мы его поподробнее рассмотрим. Тортвига я ловлю. Я не знаю, почему он до безумия мне нравится. Посмотрите, как он может не нравиться. Маленькая такая черепашка, миленькая. Я все равно нахожусь в лесу. Я все равно нахожусь в лесу, и мне все равно для поимки следующего покемона нужно будет сюда идти. Следующий покемон у нас с Нави на очереди. И давайте его заодно поищем, раз мы здесь находимся. Как раз таки у нас еще осталось примерно два слота, в которые нам нужно поместить покемонов, в которых мы будем эволюционировать. Здравствуй. Не представляете, вы просто не представляете, как долго, как долго я тебя искал. Ура! Привет! Мне кажется, с каждым следующим покемоном все дольше и дольше их ищешь. Это просто превращается в какую-то пытку, в одну сплошную. Это просто невероятно. Ну ладно, мы его нашли. Главное, случайно не убить. Будем пытаться левлоболми. Пока просто силой туда его не запихнем. Мне кажется, еще одну сновию найти просто невероятно сложно будет. У нас, по идее, остался всего один покемон травяного типа. Вообще, из всей стартовой линейки. Это Груки. И его можно найти только в Джангл или Джангл М. Но я думаю, туда смысла соваться нам особо нет. Так что давайте прокачаем пока что этих четырех покемонов, которых мы здесь с вами нашли. Привет! Наш маленький петушок начинает эволюцию свою первую. Эволюционирует он что-то наподобие тоже курицы, но уже с такими ногами, которые у него идеально подойдут для KFC. Следующим у нас сразу эволюционирует и Маткип, и Снави. Только мне очень неудобно поставили камеру, так что я их найти вообще не могу. Но хотя бы так. Сюрвайн больше походит на более усиленную версию с Нави. И замечательно. Но вот третья эволюция с Нави, это что-то с чем-то, ведь она совершенно не похожа на предыдущие две. Маткип эволюционировать постеснялся, поэтому сильно у нас убежал под лестницу. Но ничего страшного, мы и так сможем увидеть твою эволюцию Маштемпа. Если честно, твоя вот текущая эволюция мне вообще не нравится, но что это за невзрачное такое существо? А следующая эволюция вообще что-то низкополигональное, и вообще зачем это придумали? Следующий наш Тортвик. Маленькая миленькая черепашка эволюционирует. И если честно, от ее милоты мало что остается, ведь она приобретает уже более агрессивный формат. Но главная ее фишка в панцире все же сохраняется. Гротл одна из первых начинает свою эволюцию, неожиданно. Я думал она эволюционирует последней, так же как со второй на третьей эволюции. И вот, если кто смотрел фильм Детектив Пикачу, то там именно вот такие вот гротулы были, только гены модифицированные и гигантские. И это что-то разрыв какой-то шаблона, насколько покемоны как раз-таки могут быть гигантскими. И вот нечто подобное мы с вами видим, но его еще и можно гигаэволюционировать. Я боюсь представить, каких он будет размеров при этом. Камбузкин и Маткип, который тоже опять застеснялся и убежал, начали оба эволюционировать. И вот Плайзикин, по-моему, или как тебя зовут? И вот его финальная эволюция, да, выглядит прикольно, он такой, вау, особенно его мегаэволюция, просто что-то с чем-то. И Свармфет, ну, на самом деле такой себе, как я и уже говорил, нечто очень сильно полигональное и бесполезное. И последняя наша эволюция это Сюрвайн. Как я уже и сказал, то что на последней эволюции она мало чем на себя будет похожа, и больше похожа на какую-то травяную змею. И слабо я могу это как-то по-другому описать, но это типа королева травы. Сейчас наша покемона в коллекции выглядит вот таким вот образом, и мне в общей сложности осталось поймать 5 покемонов. Не знаю, остались ли у меня на это силы, ведь на поиск даже одного покемона уходит какое-то неправомерное большое количество времени. Ну да и ладно, у нас нет другого выбора, надо достойно завершить этот сезон. Отправляемся на поиски, получается, нашего следующего покемона, а следующим покемоном будет наш миленький маленький пингвиненок. И пиплоп у нас плавнится в либо фрозен океан, либо колд бич. Прикольные биомы, я раньше, по-моему, в них вообще не был. 3000 блоков, да? Прикольно, прикольно. Опа. Срадути. Вас увидеть я вообще никак не ожидал. Мда. Сражение просто гениальное. С одного раза тебя вынес. Зато получили камень мегаэволюции для металликана, или как там покемона зовут. К сожалению, почему-то я не взял с собой ПК, видимо забыл дома, но я думаю, что как только я найду его, так и найду все. В очередной раз маленький и миленький покемончик проявляет лютую агрессивность и вызывает меня на бой. Ну а мы, в свою очередь, пытаемся поймать этого покемона. Замечательно, с первого покебола у нас ловится. Пиплоп шестого уровня. Следующий у нас на очереди идет Ашавод. Тоже достаточно прикольненький покемон. Как ни странно, вот этих двух покемонов, Иплопа и Ашавод, я помню по еще тогда выходящему аниме. Как раз я смотрел аниме, когда именно выходил сезон с этими покемонами. Если кто помнит какой это сезон, где это выходило, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Так Ашавод сплавится в Стоунбич. Замечательно, еще один биом, в котором я ни разу не был, но хорошо, что он недалеко, в принципе, от нас находится. А вот биом каменного пляжа. Очень какое-то неправильное место, на самом деле. Как-то сложно разграничить все это безобразие, но ладно. Я чувствую, мне придется искать его дольше, чем остальных покемонов. Но я ошибался. Вот он, покемон. Буквально сразу же я его здесь нашел. Мне кажется, у него какой-то очень дикий спавный рейд. И буквально с первого Квикболу Ашавод у нас уже в копилке. Замечательно. Итого, мы что имеем сейчас? Получается, у нас пойманы все покемоны шести предыдущих поколений. И получается, остались только у нас три покемона из нового седьмого поколения, которых я еще не находил ни одного, к сожалению. И это будет достаточно весело. Так, покемон Груки. Почему-то он отличается от изображения покемона, которое у меня есть на картинке. Я сейчас смотрю Пиксельмон в Вике. Ну да и ладно. Он спавнится Джангл и Джангл Эдж. Отправляемся на очередные часовые поиски, потому что я за все время пребывания в Джангл ни разу не находил подобного покемона. О-о-о-о-о! Привет-привет-привет-привет! Груки! Аха-ха-ха-ха-ха! Поймал я тебя! Поймал! Ну как, я тебя нашел, но я думаю, значит, ты поймал. Правильно? Очередной покемон, на поиске которого тратится неправомерно много времени. Еще и не ловится. Поглядите, какой засранец. Еще одним покемоном на поиск стало меньше. Так, следующий покемон, ну судя по виду, он больше похож на тюленя. Так, ладно. Теперь у меня все-таки есть некоторые вопросы к покемону Вике, которые я использую, и к картинке, которые я наблюдаю. Почему-то на покемону Вике я наблюдаю одних покемонов, а все-таки в картинке наблюдаю других. Либо поколения поменялись, пока я что-то делал, либо еще что-то. Либо просто картинка у меня устаревшая. Ну да и ладно, предлагаю я все-таки ориентироваться по покемону Вике. Там все-таки более-менее официальная информация. Следующий, по идее, у нас идет покемон Собол. И его можно найти в биоме реки. По-моему, даже у меня здесь где-то недалеко находится биом реки. И пошлите искать. Ну а прежде чем продолжать этот видеоролик, я бы хотел продолжить традицию нашего небольшого интерактива. В прошлой серии я спрашивал у вас, что это за покемоны. Вы под последним видеороликом оставили неправомерно много комментариев, и каждый хотел дать название этой нашей любимой троице покемонов. Но я решаю назвать этих трех покемонов по комментарию вот этого комментатора. Так, Азельф получает имя Рон, Юкси получает имя Ричи, а Мен Сприт становится Грутом. Мне не передать словами, как безмерно я благодарен всем и каждому, кто поддерживал выходы этих видеороликов, кто ждал их, кто оставлял свои комментарии, писал имена покемонам, а также давал новые идеи для записи новых видеороликов. Я безмерно благодарен всем и каждому, без вас, наверное, и без вашего вклада не было бы в полной мере этого всего сезона, и я хочу сказать всем и каждому огромное спасибо. Как вы понимаете, судя по спойлеру, это финальная серия, и под предыдущей серией был последний интерактив в сезоне. Но, кто знает, ведь покемонов в покедексе великое множество, и все в ваших руках, ведь вы можете назвать совершенно родного покемона, совершенно родным именем, и может быть когда-нибудь это случится. Ну а я со своей стороны не буду вас больше отвлекать от этого великолепного финального ролика. Продолжаем смотреть видеоролик. Ага, ну да, его я раньше и находил, он у нас даже пойман, посмотрите, у нас значок пойманы, уже интересно. Зря я его, наверное, убил. Если я его ловил, то где он у меня должен находиться? Среди водных покемонов его нет. Я, видимо, его поймал и куда-то дел, потому что очень странно это все безобразие. Как я уже и говорил, я его зря убил, надо было его все-таки попридержать и все-таки поймать, несмотря на то, что он как бы у нас был пойман. Все было, я тоже у нас поймал. Хорошо. Так, погодите. Аааа! Аааа! Я использовал не ту картинку! Я ловлю, оказывается, вот это вот, смотрите. Я, получается, не тех покемонов ловлю, я, получается, ловлю покемонов и из восьмого поколения. Вон оно что! Все я напутал, просто у меня картинка, видимо, устаревшая, и поэтому я что-то сбил со счет с этими покемонами. Хорошо, это плохо. На самом деле, то, что мне увеличивается количество покемонов, которые мне необходимо поймать. Давайте сначала с этим разберемся, в любом случае, мне еще четырех надо будет тогда, получается, поймать. Трех покемонов с седьмого поколения, и получается еще одного покемона из восьмого. Но для начала, в любом случае, мы отправляемся домой и эволюционируем вот эту вот нашу великолепную четверку. Собол начинает эволюцию, и Аша вот тоже. Одновременная очередная эволюция. Я не знаю, что из себя представляет покемон Собол, и почему вообще он у нас как бы был поймот, а оказывается, что нет. Но из него получается Дризл. А, еще и Грукий. То есть у нас три покемона наременно эволюционируют. Грукий, я вроде его помню, а вроде не помню. Из него получается ТВК. И оставшийся покемон это Ашавот. Нет, все-таки вот этот вот травяной тип покемона очень даже прикольно выглядит. Мне это, несомненно, нравится. И Ашавот превращается Девота. По-моему, это финальная эволюция. Ну, по крайней мере, так было в сериале, и, по-моему, он с Девота больше никуда не превращался. Но, на самом деле, посмотрим. В любом случае, мне их прокачивает всех до 36-го левела. И у нас, получается, Пиплип тоже Пинплупа превращается. Так, идемте, ребят, я вас всех по отдельности хочу посмотреть. Очень усталая от жизни Эмма-лягушка. Как это забавно. Тваки тоже достаточно прикольный покемон. С палочками такой. Типа, я сделал, я сделал. Девот тоже очень-то забавный. Особенно вот эти вот у него ракушечки, которые при желании, по идее, если верить аниме, могут трансформироваться в какие-то мечи. Ну и Пингвип, Пинплуп. Ну, такой, на самом деле, невзрачненький покемон, но достаточно прикольный, низкополигональный Пингвиньон. Продолжаем прокачку. Начали эволюцию у нас на этот раз два покемона. У них 36-й уровень. Емма-лягушка и травяной засранец. Так, получается, Дризл эволюционирует Эвентелиона. Надо сейчас тебя поближе просмотреть. А лягушка с палочками, в кого же ты у нас эволюционируешь? Я потому что не знаю и не помню особо этих покемонов. Оу-оу-оу-оу-оу, полегче. Райл Бум. Так, ага. А, не, слушай, я помню этого покемона, но я не помню, откуда я его помню. Это очень странно. Похож он на Хамелеона, на самом деле, чем-то. Достаточно заносчивого такого и прикольненького покемона. А вот этого барабанчика я вообще в душе не помню. Но выглядит он до безумия классно. Просто вот то ли медведь, то ли горилла, то ли еще что-то. Но, блин, как же это прикольно, а? Наверное, теперь ты один из самых больше мне нравящихся дизайнов покемонов. Все-таки есть у нас эволюция у Девота. А, я вспомнил. Да, да, есть, есть. Я вспомнил. Неправильно, я вспомнил. Верни, пожалуйста, обратно. Мне больше нравилась предыдущая эволюция. Что это такое? Можно обратно, пожалуйста? Ну, там такая маленькая, миленькая штучка была. И тут такой конь. Ну, зачем? Раньше было лучше. Верните обратно. Вот этот королевский пингвин, конечно, лучше, чем его прошлая эволюция. Но все-таки теперь я абсолютно расстроен за вот это вот фигулины. Ну, ладно, что ж теперь поделаешь. А это, получается, у нас два покемона из восьмого поколения. И нам осталось, получается, все покемоны из седьмого поколения, плюс огненный покемон из восьмого поколения. Супер. В таком случае отправляемся на поиски. У нас, по идее, осталась сова, которую зовут Роулит. Либо Тайга, либо Тайга Хиллз. Но что-то мне подсказывает, что сову я видел и не мог я ее не забрать себе. А нет, я ошибался. Вот этот покемон. Идем сюда. Будем тебя пытаться ловить как есть. Замечательно, сову мы здесь поймали. Почему-то она 20 уровня, но неважно. Отправляемся дальше. По идее, следующий у нас должен быть что-то наподобие тюлени. Тюлени у нас будет потом. У нас сейчас идет должен Литтен. Типа кота. Либо Джангл Хиллз. Либо Джангл М. Странное сочетание. Хорошо, что у меня есть гигантский опыт поиска покемонов в Джангл М. Биоме. Вспоминаем Ю, да? Поиск Литтен у меня выдался достаточно быстрым. Мы успешно его заарканили. Следующий у нас идет как раз-таки тот самый тюлень. Поплио. Который у нас снова. Либо пляж, либо пляж. Да. Учитывая то, что я ни разу еще не встречал этого покемона при поиске предыдущих. Ожидает меня снова долгий и долгий поиск. Привет, мой родимый. Привет, мой родной. Красотулечка, ты моя. Так долго. Так долго. Вы не представляете. Я тебя нашел, наконец-то. У меня шутки трясутся. Если бы я показывал, мне кажется, все поиски, которые я вел даже без записи, без камеры, то, не знаю, наверное, вечность бы потратилась на это. Но я нашел тебя, долбанный ты тюлень цирковой, блин. Нахождением этого тюленя ознаменуется полный и финальный аккорд поиска всех покемонов с первого по седьмое поколение. Но мы вдруг резко вспоминаем то, что, оказывается, есть еще и восьмое поколение. И у нас остался самый последний и самый, наверное, желанный покемон. Это Скорбани. По идее, это тот покемон, которого мы с вами не ловили. Вроде как. Ну, вроде как же ловили. Вот он. Скорбани. То есть, я всех покемонов поймал? Ха-ха! Оказывается, Скорбани покемон восьмого поколения. То есть, он вот здесь вот должен находиться. И это все. Это, получается, все стартовые покемоны, которых можно было когда-либо найти и где-либо найти. Это просто вау! Столько времени на это все безобразие потрачено. Вы не представляете. Мне сейчас вот этих вот покемонов, получается, раскачать минут десять в общей сложности. Сейчас давайте это займемся, чтобы поставить финальную точку в финальном аккорде. Сразу у нас, получается, три покемона начали свою эволюцию. И сова, и кролик наш, и кошечка, выжимая из золотца. Давайте без лишних комментариев сейчас по ускоренному варианту покажем большую эволюцию кошечки в большую кошечку. Сова у нас без лишних слов превращается просто в большую сову. А кролик становится каким-то неправильным кролик. А вот и наш тюлень, или, вернее сказать, морской котик начинает эволюцию. Опять с неправильной камерой с поломанной. Ну а куда деваться? Что? Раньше ты был хотя бы что-то напоминающее. Ну, типа, морской котик. Ну, а цирковой акробата, что это такое? За небрачный сын инсеста клоуна и морского котика. Верните обратно, пожалуйста. Зачем вы уродуете такие красивые покемоны? Ну, блин. Все же было хорошо, пока не началось плохо. Опа. Замечательно. Сова, получается, начинает эволюцию. Правда, она начинает эволюцию внутри меня, но... Ладно, это уже побочный эффект. Вау. Прикольно. Слушай, это уже что-то, да. Это прикольно выглядит. Но, правда, у тебя имя становится трудновыговариваемое. Следующий у нас эволюционирует кошак. Главное, не спрыгивай отсюда. Интересно, если у нас восьмое поколение так кардинально меняется к последней эволюции, то как будешь выглядеть ты? Вау. Так, следующий эволюционирует тюлень. Пожалуйста, только бы ты выглядел нормально. Пожалуйста. Ну, давай кто-нибудь хотя бы более вразумительное. Хотя, ага. Ты же мой золотца, а? Кошак на финальной версии выглядит прям вот достойно, достойно. Ничего не скажешь. Если кто смотрел Бентен, то очень сильно напоминает Ретта из этого мультсериала. Но вот тюлень, ну... Ну, это хотя бы выглядит более-менее прилично. Ну, уже что-то. Поет, конечно, этот морской котик с натяжкой очень прикольно, но ладно. Никаких слов только немысленно при виде этого покемона. Последняя у нас эволюция на сегодня. Застеснялся кролик и сбежал от эволюции. Оу, погоди. Конечно, ты маленький. Будь ты повыше, было бы вообще шикарно. И выглядишь ты, ну... Ну, на самом деле, очень здорово. Да, одобряю. Все. И это, по идее, все. Это, по идее, все покемоны всех по 7 поколений, которых мы так долго собирали и которых мы так долго эволюционировали. И вот на этом все. Я сомневаюсь, что мы что-то новое, еще кардинально новое сможем найти, находясь в границах этого нового и чудного мира. Ведь, как ни странно, все, что мы здесь делаем, сводится всегда к одному. Да, мы что-то сделали, удивились, и на этом все. Учитывая то, что единственное, что осталось здесь делать в этом мире и в этой модификации, это изучить всех каждого покемона, я думаю, нецелесоразмерно и нецелесообразно. И, как ни странно, поиск этих покемонов занимает какое-то гигантское количество времени и сил, и возможностей. Чтобы вы понимали, на запись этой серии ушел примерно месяц. Съемки где-то начались в конце февраля, а сейчас уже 2 апреля. Ну, как вы понимаете, да. Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто был со мной на протяжении всего этого долгого пути, который мы с вами проходили, изучали, развивали покемонов, называли вместе с вами, и хочется выразить безмерную благодарность всем и каждому. Я думаю, что вряд ли я вернусь в этот мир еще когда-нибудь, поэтому я и буду считать, что этот эпизод был по праву финальным. Ведь этот сезон, как никакой другой, заслуживает реально настоящую хорошую концовку, и я считаю то, что такую концовку я ему подарил. Ну, а у меня пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покурный слугам Амору. Еще услышимся.